Здравствуйте зрители и подписчики моего канала Дмитрий Микрофон и сегодня мы продолжаем проходить The Operational Art of War 4, карту Kuwait 91. Сегодня у нас третья серия, в прошлой серии мы уже продвинулись, уже прорвали даже вторую линию обороны, которая находится вот здесь. Вражеские танковые силы отступают на север, возможно к городу, чтобы держать позицию именно в городе, возможно просто уже выводят свои войска. Но мы будем смотреть, будем их догонять и будем уничтожать. Так, здесь мы поставили наши роты из, механизированные, моторизированные роты из Отман, ТЭФ Отман, что это такое? Этого, Амана, кажись. Так, три механизированные роты из Амана, они держат границу между оперативными соединениями. Так, а наши три роты морской пехоты вот здесь проверили сектор, тут нет вражеских войск. Есть небольшое скопление вот здесь, но мы их сейчас блокируем и потом будем проводить штурм. Ага, оказывается здесь еще была пехота, но ничего страшного. Рассредоточим на два оперативных соединения нашу морскую пехоту. Ага, недостаточно сильно. А если сосредоточим? Нет, только рассредоточиться. Ну это потом. Сейчас нам нужно подвести наши силы. Так. И как я говорил, вот этот полк будет идти направо. Так. А вот этот полк как раз будет напрямую штурмовать противника. Есть. Есть. Подвели мы батальон сюда, приблизились к ферме Эмира. Идем вперед. Ага, тут еще. Войска противника находятся. Все, мы уничтожили оперативные соединения. Кажись, полк целый. Почти. Ну там один батальон был. Ну часть полка, хорошо. Один батальон механизированной пехоты и артиллерию противника. Теперь наши амфибии двигаются вперед. Очень быстро. На следующий ход, я думаю, они уже застранут врасплох вот это соединение, которое отступает скорее всего. Или просто отводит свои войска по-другому. На защиту города. Так. Давайте посмотрим, что тут по передвижению. Наши еще некоторые соединения могут двигаться. Штаб полка выводим вперед. Штаб батальона разведки тоже. К воздушной базе. Так. Теперь здесь посмотрим. Тут пять очков. У него еще передвижение осталось. Здесь четыре очка. Их пока оставляем. Потом мы закончим ход. И займемся непосредственно противником. Так. Перекроем пути отступления. Танковые силы подойдут прямо в центр. Да. Им лучше идти по дороге. Подведем штаб полка. Папы Медведя. Так. И военная полиция будет прикрывать наших солдат. Чтобы враг не отступил сюда. Вот в эту сторону. И не начал наносить удары по нашей артиллерии. Так. Артиллерия может подвестись чуть-чуть поближе. Чтобы она не теряла огромное количество припасов. Тут может даже войти в город. Подведем штаб дивизии. Также штаб полка поближе подведем. Так. Я думаю все-таки мы... Переведем наше соединение. Вот так. Здесь закрыли мы проход. Механизированные батальоны. Подводим вперед. Неплохо мы расправились с этими спортивниками. Я вам скажу, очень неплохо. Вы посмотрите, как мы его взяли в кольцо. Вот, как я хотел. Мы как раз сменили позиции. Потому что я там в начале чуть-чуть сглупил. Так, есть. Подведем танки. Подведем... Артиллерию подводить не будем. Подведем штаб бригады. Вместе с инженерами. И тут мы тоже штаб бригады подведем сюда. Батальон из Амана. Кстати, вот этот Офман. Это Альфатах. Извиняюсь, это Альфатах. Это не Аман. Аман вот здесь. Артиллерию тоже можно поближе. Подвезти. Так, а что у нас с корабли? Корабли чуть-чуть восстановились. Я еще раз... Пусть они еще отдохнут. Возможно, даже бьют по противнику, ну, не так уж близко. Можно даже отсюда, в принципе. Так, они могут и чуть-чуть вот так подойти. Ага, нет, не могут. А под вот этому соединению могут бить. Вот что мне не нужно. Это довольно-таки огромное соединение, которое может нам все-таки наделать каких-то проблем. Артиллерия пусть пока не бьет, потому что мы очень много очков хода потратим. Так, теперь вот здесь. Вместе продвигаемся с танками. Мы слишком широко идем. Так. Но очень быстро. Невероятно быстро. Вот так. Они нас не могли ударить, потому что, ну, мы слишком сильное превосходство имеем. Так, тут мы очень сильно продвинулись вперед. Есть шанс, что нас могут окружить. Сильно увлекся. Так. Давайте бригадой вот этой пойдем в атаку. Потом возьмем среднюю бригаду. Та, что вот здесь. Ну, не бригаду, а вот этот полк, который находится вот здесь. И потом его мы подвинем вперед. Такое тяжелое танковое соединение. Так, военная полиция. Ну, очень трудно ему двигаться. Везде пустыня. Мы можем даже вот этот полк шире использовать. А вот этот полк чуть-чуть уже. Ну, то есть, чтобы они взяли где-то три линии. А вот этот полк четыре. Потому что тут меньше, как я вижу, войск. Ну, потом будет потруднее, конечно. Но тут уже подойдет бригада тайгера. Армор-это батальон вот этот. Даже два армор-это, ну, батальона. И они смогут уже заняться силами, которые отступают. Но которые уже приготовились к обороне. Ведь их тут очень много. Так, штаб полка. Вперед. Артиллерию тоже подводим. Снабжение становится все хуже. Так. Можем ударить, конечно, по противнику. Тут они нас не окружат. В принципе, нечем особо. А если окружат, они, ну, сильного урона нам не сделают. Давайте пока что от них отвлечемся. Посмотрим, что же здесь. Тут наши все подошли вперед. Штаб не может продолжать движение. Тут к ферме эмира практически приблизились. Но еще не можем мы войти в нее. Вот эту ферму. Так. Артиллерию можем поближе использовать. Ну, тут огромное соединение. Тут нужно обязательно бить артиллерией. Но давайте вначале мы проведем запланированные атаки. 8% войск уничтожили. Именно один джип. 106-мм безоткатным орудием. 6 машин. Обычных 2 ПЗРК, 1 ПТРК. Ну, противотанковый ракетный комплекс. 2 82-мм миномета. 122-мм гаубицы. 4 штуки мы уничтожили. И 6 пулемета. 2 тяжелых и 2 средних. 19% хода у нас осталось. Можем еще раз уже ударить по вот этой. Вот этому скоплению сил противника. Ну, тут я должен сосредоточить наши войска. Так, сколько у них очков передвижения? Нужно вот этими двумя бить. Силами. Кстати, тут нормально мы прорвались. А вот здесь... Нужно надеяться, что мы все-таки прорвемся. Так, что по продвижению? Тут мы не можем идти вперед. Вот здесь мы можем чуть-чуть ударить. Но я не буду рисковать. Пусть... Или все-таки рискнуть. Давайте рискнем. Ударим артиллерией. И прям... Нанесем удар механизированным батальоном Катара. По ним. Я вижу, у них довольно-таки низкие показатели защиты. Или нет? Не-не-не-не, я не буду этого делать. Слишком рискованно. Атака 14. Это очень маленькая атака. Ну, то есть... Мы можем подвести... Батальон с силой 22. И потом нанести удар. И поражение противнику. А можем просто, ну, сейчас повести огромные потери. Из-за моей глупости. Так, ну, тут силы противника имеют довольно-таки... Ого. Ого. Я не знал, что такое может случиться. Подходит. В принципе, подходит. Даже так. Танки подвигаем вперед. Также подвигаем вперед батальон... Материзированный батальон Объединенных Арабских Эмиратов. Можем даже ударить артиллерией. Ну, это было бы неплохо их уничтожить. Ну, тут довольно... Не, они слабенькие. Чего же я говорю? Я бы даже нашим инженерам бы приказал идти в атаку. Но тоже не хочется слишком заморачиваться с этим. А вертолеты я не подвожу. Потому что тут у них дальность огромная. 149 секторов. Они могут тут действовать очень далеко. Невероятно далеко прикрывать наши войска. Так, тут тоже мы нанесем удар. Попытаемся выбить их из этих оборонных позиций. Давайте тоже вот так мы сделаем. Нужна как можно быстрее. Разбить войска противника. Так, два броневика мы потеряли. Один уничтожен. Один выведен из строя. И один броневик. Такой легкий очень броневичок. Для перевозки людей. Тут три мы машины... Ой, три уничтожили штурмовых отделения. Одного командира. Один средний пулемет. И два тяжелых пулемета. Так, бомбардировка из Винсконсена и Миссури. Привела к огромным потерям противника. Ну, пять пулеметов. Девять пулеметов. Давайте так обобщим. Девять пулеметов. Три отделения противника. Три ПЗРК. Один ПТРК. Семь машин. И один джип. Тут серьезно мы нанесли серьезный удар. Четыре отделения мы потеряли. Один броневик. И три бронемашины. Я больше переживаю за своих. Я даже не посмотрел, сколько они потеряли. Тут два вертолета у нас потеряно. Ну, действуют ПЗРК. Ручные. Так. Враг потерял 17 отделений пехоты. Ну, то есть практически половину. Два... Десять тяжелых пулеметов. Семь средних пулеметов. Одна мортира 82-миллиметровая. Три МТЛБ. Один ПТРК. Два ПЗРК. И семь машин. Так. Теперь с этой стороны. Враг прям к нам в ловушку зашел. Мы потеряли семь броневиковых. М113. Три штурмовых отделения. И один вертолет Кобра. Так. Мы чем-то можем зайти? Да, мы можем зайти. А потом мы будем с ними уже разбираться. У нас кроме этого нечем. Назад пусть. Командование бригады отойдет. Так. А тут мы спокойно. У нас открытая дорога. Мы можем идти дальше. Вперед. Так. Тут тоже мы не можем. Нечем у нас проводить атаку. Тут тоже мы не можем идти. А рисковать уже силами нашими я не буду. Тут один процент у нас снабжения. Ну давайте еще раз мы ударим всем, что у нас осталось. Последними патронами просто. Последние патроны используем. Вы что, шутите? Вот это они зашли. Ну у нас хорошо, что есть тут специальные группы, инженеры, которые смогли вот это сделать. Но как они прошли в тыл? Нормально так. А тут мы блокируем пока что силы противника. Тут нужно, чтобы подошли наши танки и попытались прорвать вражские позиции. Так. Последние удары мы уже наносим, скорее всего. По позициям противника. Ну и будем смотреть. Тут есть батальон, конечно. Два батальона пехоты. Не-не. У нас разведка очень плохая. Нужно... Нужно их просто окружать. Там, конечно, будут проблемы, скорее всего, с танками противника. Но мы еще посмотрим. Я не знаю, какие у них танки. Так. Что тут по передвижению? Тут можно чуть выше поставить. Так. Тут ноль. Тут три. Но мы никуда не продвинемся. Тут семь. Можем, кстати, перейти. Вот эти оборонительные позиции противника. Нет. Туда я буду ждать. Потому что... Это, если посмотреть... Ну, это батальон. Батальон и рота. Ну, то есть, это разные тактические соединения, если так сказать, по размеру. Ну... Это будет опасно их штурмовать ротой. Они еще и укреплены. На оборонительных позициях находятся. Все. Заканчиваем. Так. Нанесли семь тяжелых пулеметов. Уничтожили четыре средних пулемета. Пять штурмовых отделений. Пять машин. Это с такого интересного. И один МТЛБ. Вот тут уже Миссури бьет. Висконсин тоже наносит удар. Пять машин. Один ПЗРК. Два ПТРК. Одна артиллерийская установка. Вот такое. Все. Заканчиваем ход. Начинается. Бегут к городу как могут. Еще раз массированная бомбежка. Так. Ну что ж, ребята. Давайте посмотрим, какие у нас... Так, уже ночь. Кстати. Ирак анонсирует отступление из Кувейта. Так, мы должны срочно перекрыть дорогу. Ну что ж, ждите следующих серий. С вами был Дмитрий. Всем пока. Ну что ж, ребята. Продолжение следует...